Здравствуйте, с вами снова Никита, и сегодня мы посмотрим Арсур Вик. Арсур Вик – это аккомодейшн, который находится в середине, так скажем, категории цена-качество. То есть, если мы берем Bluebell, это как самый дорогой аккомодейшн. И если мы берем ROOX, например, как одно из самых дешевых, видео с которыми я уже записал, то Арсур Вик будет находиться где-то посередине. То есть, он тоже инсьют, это значит, что у вас будет свой туалет, своя ванна, но он не такой новый, например, как Bluebell. Ну, давайте взглянем. Итак, Арсур Вик, поехали. У Арсур Вик, он... Здесь варьируется количество человек на одну кухню. Мы сейчас постараемся посмотреть с вами самую стандартную комнату. И также мы постараемся с вами посмотреть достаточно самую стандартную кухню. Как видите, это варьируется. Бывает даже до 10 или 15 человек на одну кухню. Но, как мы видим, в результате кухня получается очень и очень большая. Эта кухня, как мне кажется, на 10 человек. Сейчас, соответственно, уже видите большее количество холодильников и намного большее количество места, где для мытья посуды у вас 2 раковины и 4 холодильника. И вообще не надо волноваться о таких вопросах, которые выбрали accommodation. Потому что кухня всегда построена из расчета количества человек, которое их разделяет. Поэтому вы никогда не оказываетесь из-за того, что, например, вам нужно что-то приготовить, и вам нет места. То есть такого я никогда, как сам студент, не слышал. Чтобы такое хоть раз когда-то случалось. Сейчас мы посмотрим одну из комнат. Вот так она выглядит. То есть, как я говорил, это N-suite. Это не самый новый N-suite. Но, тем не менее, у вас достаточно много места. У вас, как всегда, отличный вид, потому что Арсурвит находится так же, как и Блубелл, на самом окраине кампуса. В принципе, как и большинство других accommodation. Поэтому у вас вид по-любому будет на лес или на какую-то лесистую область. Достаточно много места для хранения. Но есть один момент про Арсурвит, касаемо того, что вы должны выселяться на весенние каникулы. Что это означает? Если вы посмотрите внимательно, то некоторые accommodation будут... У них контракт 39 недель, у некоторых будет 34, у некоторых будет 30. В чем разница? В том, что если у вас контракт 39 недель, то вам доступна ваша accommodation буквально с первого дня учебы, то, допустим, с 1 октября до самого последнего дня, до 30 июня. Если же, например, как Арсурвит, то он будет не 39, а 34 недели. В этом случае вам нужно все полностью запаковать, и можно оставить в специально отведенных местах для хранения. Но вы должны все запаковать на весеннюю паузу, на весенние каникулы, и потом снова все распаковать позже. Соответственно, если это accommodation на 30 недель, то, значит, вам нужно будет все свои вещи запаковать и на весенние, и на зимние каникулы. Ну, спасибо. Это Арсурвик. Надеюсь, вам понравилось. И сейчас мы посмотрим Джек Мартин.